Банду КПСС подслужил в 1991 год, нападный возник для того времени. Параллельно с 1976 по 1989 издавались ежеквартальники посева, родительские ежеквартальники. Это у нас 1977 год. Тут изображен такой Антон Пейпе. Это человек, который шел на открытую посадку как раз. Он последний из людей, из Орлов, кто шел именно на открытую посадку и кого арестовали. Остальных потом уже не арестовывали, а просто выдворяли из Советского Союза, а его арестовали, дали ему срок. Ну, через полгода освободили. Он раздавал листовки около Ленинградского университета имени Жданова в декабре 1976 года. Он бельгийц. В этом нове, кстати, есть интересный материал. Вот. Это схемы печатного оборудования, которые можно сделать вручную. Вот несколько разных шоперогов и некоторые другие приспособления. Описывается, как это делать, какие нужны химические препараты, чтобы сделать красительные. В общем, довольно просто. В домашних условиях эту множественную технику можно изготовить. Вот инструкции по изготовлению множественной техники. Посев тоже печатал и тоже распространял. Но хотя бы спрос вызывал интерес у читателей, безусловно. Посев уже с 90-го года начал издаваться в двух вариантах. Один вариант по Франкфурте на Мэне. Ну, то есть, текст одинаковый. То просто была договоренность с издательством Терра. С 90-го по 92-й год издавался. Ну, это франкфуртское издание. Аналогичный номер вышел в Москве. Издательство Терра. То есть, уже с 90-го года Посев начал издаваться в Советском Союзе. Ну, а с 92-го года Посев уже издавался самостоятельно абсолютно. А в 96-м году вернулся исторический формат. Вот такой вот исторический формат. Это вот самый последний номер. Он вышел в марте этого года. Это номер третий за этот год. А всего это у нас номер 1626. Номер. Ну, понятно, 60-летие смерти Сталина. Поэтому на первой оборке воспроизведена читульный лист журнала «Огонек», где гроб выносит членов Бюро, а на другой. В конце, с другой стороны, стихотворение Георгия Ивановна, посвященное этой дате, написанное как раз 5 марта 1953-го года. И вот лежит на пышном пьедестале межкрасных звезд, в сияющем гробу, великий из великих, Поська Сталин, в сердце залить, превызойдя судьбу. И перед ним в почетном короле стоят народы меньшие отцы, Те, что страну бараньи и рог согнули, Еще вожди, но тоже мертвецы. Какие отвратительные рожи, кривые рты, Нескладные тела, вот молдов, вот белые, Похожие двурдовака, ждущего кова. В безмолнии у Сталинского праха Они дрожат, они дрожат от страха. Угрю попряжене крещеный вог, И перед ними высится, как плаха, Проклятого вожня, Проклятый гроб. Это вот тогда было написано, Сейчас это перепечатано в почете. С 90-го года стало возможным завозить Любую литературу в Советский Союз. Поэтому, конечно, всякие ограничения, Связанные на доставку посева, Издание посева, прекратились. А до того, конечно, все это завозилось нелегально. И самая разнообразная приемная, Некоторых из которых, ну, конечно, далеко не обо всех, Я вам сегодня рассказал. Время-то подходит к концу, Поэтому должен закругляться. Значит, посев с 92-го года переместился в Москву. Сначала он размещался в Радонском, А с 94-го года на Петровке в Москве Была куплена большая квартира, Где сейчас офис посева. Сначала в 92-м году это был филиал франкутского издания, Ну, а теперь это просто самоиздательство переместилось. Выпускает книги здесь. За время, за эти 20 лет посев выпустил около 100 книг. Здесь представлены книги, Которые пользуются читателям наибольшим интересом и спросом. Вот черная книга, которая принесла Которая Россия. Вот она. Это первая издания 2005-го, Потом было второе издание, Потом было третье издание. Интересно, что здесь небольшой. Здесь исторические персонажи, Адиозные исторические персонажи, Издания которых названы города, Поселки, улицы и так далее. Здесь содержится биография и кальпы персонажа, И футаман этого персонажа. Ну, а так вот некоторые издаты. Которые, в честь которых тоже даны какие-то названия, Какие-то аконимы. Ну, там, 23 февраля и тому подобное. Объясняется, что за этим стоит на самом деле. И вот, кстати, единственный печаток в истории России, Ну, который не более выдержан, Продуманно и сбалансированно. Это две России в 20-м веке, В 1917-19-19-19-19-19-19. Две России, это Россия коммунистическая, Россия свободная, антикоммунистическая. Здесь важно, что в любую историю России Дается и параллельная история русско-юниверситет, И параллельная история советского государства Дается история анти-советского сопротивления. Вот этот учебник некоторыми вузами принят, Часто, кстати, духовный академик, Для него его вооружают. А это, естественно, Мой, пожалуй, лучший учебник в истории России. Сейчас готовится второе издание, Но исправить надо неоткарянеточницы, Что-то добавить, что-то, Но интересное второе издание не будет. Этого учебника. С учебниками сами знаете, Какая-то проблема. Путин готовит какой-то единоградный ущербник, Но явно не этот ущербник какой-нибудь застал. Так, я вроде ли не исчерпал, Ва часа мне было дано. Есть еще время, может, говорить? Или будут вопросы? Скажите, какая разница между фашизмом и национал-социализмом? Национал-социализм основывается на расовой теории. Фашизм расовую теорию вообще не рассматривает. Фашизм рассматривает в социальном аспекте, Там, значит, в основе корпоративной идеи, То есть объединение общества по трудовым и прочим социальным корпорациям, Это более сложная структура. Фашизм, это, в общем, чисто итальянское явление, Основан, собственно, Ну, в основе мифологии лежит древний Рим, Который Муссолини возносил, И, собственно, знаменитое вот это приветствие, Поднятая рука, это же римская премиция, Которая сначала избавили итальянские фашисты, Потом переняли немецкие национал-социалистов. Ну, в основе идеологии лежит также вот именно такая установка антикоммунистическая И установка против хищнического капитализма, Что, конечно, привлекало в бедную Европу, в бедную Италию людей, Потому что олигархов нигде не любят. В нашей современной России хищнический капитализм тоже не пользуется популярностью, Как вы знаете, коммунизм, к счастью, тоже. Но есть, правда, те, для кого коммунизм симпатичен до сих пор. Бавно они в свое время вкусили от коммунизма, Но это их дело, в конце концов. Скажите, пожалуйста, каков тираж был первого номера по всему? 200 экземпляров. Первого номера 200. С 14-го 400. И дальше тираж нарастал. Максимум был в начале 90-х годов 50 тысяч. А сейчас всего 800 экземпляров. А сейчас это и существует? Да, конечно. А тогда скажите следующий вопрос. Его отношение к современной власти нашей, к российской? Ну, если мягко сказать, негативное. Современная российская власть рассматривается как преемник прежненького мистической. Да, собственно говоря, и до юра это так. Ведь нынешняя Россия, она преемник не прежней России, а Советского Союза. Да и он это так. Ну, они ведь сами властью. Да. А именно те же самые исполненные. Да, очень часто. О которых вы рассказываете. Да, ну, конечно. Да, так, собственно, если президент, у нас подполковник и выбор. Вы приглашали ли людей из НТС на радиостанции «Свободная Европа» или «Свобода» или «Немецкая волна»? А я была прилежно и слушать, и не все, я бы сказал. Некоторые члены НТС работали и на «Свободной» и на радиостанции «Свободы», и на радиостанции «Полос Америки». Просто работали в 50-е, в 60-е годы и позже. У вас какой-то вопрос, да? Да, у меня к вам вопрос. В следующий момент, кто искал зарегистрированный в Российской Федерации? Кто зарегистрированный? НТС. Нет, НТС не зарегистрированный. Но ПАСЕВ зарегистрированный. ПАСЕВ как издательство? ПАСЕВ как? Я скажу, как неправный, как не общественный. ПАСЕВ как независимое издательство. НТС не зарегистрированный, поскольку устав НТС, он не соответствует тем уставным нормам, которые могут быть зарегистрированы российским законодательством. Ну, просто я нашел ваш сайт, я смотрел, что есть организации и собрали. Но просто это, получается, не зарегистрировано общественным организациям. Да, да, да. Нас нельзя зарегистрировать. Нынешний язык отдать не позволяет. Вопрос был связан с христианством. Вы говорили, что это такое христианство неконфессиональное, хотя, скорее всего, у него все будет православная российская церковь. Мне интересует вопрос следующий. Издавались какие-нибудь посеи, которые были связаны с христианством, потому что в основном вы говорили литературу, историю, ну и так далее. А вот меня это все по-моему. Издавались, конечно. Вышла, например, замечательная книжка отца Сергия Желудкова «Почему я христианин?». Это, ну, кто такой отец Сергий Желудков, знаете? Ну, псковский священник, которого, ну, он был близок с Сахаровым, с диссидентским движением, его потом за штат убрали. Я с ним познакомился, когда у нас в городе действовал религиозно-философский семинар в 70-е годы. Он приезжал. Живой замечательный человек. В Ленинграде действовал? Да, да. С 74-го года, по 80-е годы. Вот нам приезжал. Издавались, вот, из столика Сергея Пушкалева, книга «По истории о русской церкви». Это в американском филиале посевов. В основном посев издавался прежде во фракт-хутиномании, но был еще филиал посев в США и был филиал посев в Австралии. Ну, в посеве в США вышло 11 книг, в Австралии еще меньше. То есть не только во фракт-хутиномании издавались книжки. Кстати сказать, и в материалах «Вольного слова» были изданы некоторые материалы религиозного самостата. Но среди членов НТС были люди разных конфессий. Не только православные. И были и атеисты. В 66-м году я делала диплом в своем университете на химическом факультете. Вот к нам иногда заходили, я знаю, что на восточном факультете были христиане-социалисты. Вот их книжка. Это их книжка, да. Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа. Их посадили в 67-м году. Да, при Андрополе. Нет, их посадили при... Что? Андропов только стал, возглавил КГБ. Ну да, он возглавил КГБ. Возглавил КГБ и их тогда посадили. И тогда вот шили дело очень срок. Три года они жили в подполье там. У нас вот Чинов еще немножко знакомый. Мы это... Он потом отсидел в психушке и... Ну, это вот дело... Скажите, пожалуйста, где у тебя литература она продается? Где у них еще? Ну, вообще, современные издания, нынешние издания посева, Их довольно много в доме книг. Ну, а это в основном издания... Сейчас посев издают в основном литературу историческую. И, ну, кое-что есть и по солидаризму. Но в доме книги там десятка полутора различных наименований изданий посева. И, похоже, там есть и вот две России в 20 веке, и черная книга имен. Там, кажется, и есть издания. Во всяком случае, они там были точно. А как их там искать? А это в историческом отделе. Вот в подвале. Если войти с угла, то слева будет спуск в подвал. Вот пройти подальше, и слева впуск в подвал, и в подвале исторические отделы. В историческом отделе там довольно много книг посева. Там есть книги о белых генералах. Поскольку вот тематики белого движения посевшего уделяют внимание, просто много специалистов. В ТС по белому движению и много авторов. Ну, их издают. А если он в какой-то большой супермаркет прийти, то вот по компьютеру, как по названию издательства искать? Ну, наверное, по издательству. Вот в доме книги есть точно. А вот в других магазинах где как? В военной книге раньше было много книг посева, но сейчас даже не знаю. Регулярно в дом книги точно поступает. Буквоед не брал раньше. Но теперь вот сейчас ведутся переговоры, буквоед тоже хочет брать книги посева, но вот когда они появятся, неизвестно. Сетевые магазины же заинтересованы в книгах с большими тиражами. А у посева, ну, конечно, тиражей вот издали, например, замечательную книгу Дарова Блокада. Мемуары. Но 800 экземпляров. Для Питера, казалось бы, необходимая книга. Но 800 экземпляров. Очень сложно устроить торговую сеть. Слава, ты еще забываешь, что в сетевиках работают бывшие чекисты? Ну, это я об этом не говорил. Они, так сказать, и почему мою книгу, так сказать, они вот и как бы не пропустили. Бывшие любители, они нас очень не любят до сих пор. Кстати сказать, Индес находился в разработке, в тайной разработке до 1998 года. Только в 1998 году нас сняли с официальной разработки. А неофициально возможно так? Ну, это я не знаю, но официально. Причем об этом недавно только было сообщено. До 1998 года мы находились под колпаком. Вот так, так что. Ну, старые счеты, старые счеты. А почему Индес отвергал идею либерализма? Дело в том, что либерализм в своей крайней форме, собственно, приводил к социал-терминизму. Войне всех против всех. И в 30-е годы, вот, мировой экономический кризис, это же был кризис либеральной идеи в экономике. Индес искал другие пути. И не только Индес. А сейчас Индес, в общем-то, очень близко к либеральному движению, организации. Либерализм доказал все-таки свою жизнеспособность. Тот кризис был, но из кризиса были извлечены уроки. В отличие от национал-социализма. Он, например, не доказал свою жизнеспособность. Или коммунизм, который тоже не доказал свою жизнеспособность. Напротив. Георитм оказался более живучим. Так, еще вопросы, пожалуйста. Ну а что, вот это процентительское идея несловалось? Вряд ли, когда-нибудь результат? Когда-нибудь обязательно. Обязательно. А когда? Ну, знаете, журнал называется «Посев не случайно». Надо посеять. И тогда зайдет. Кстати, судьба автора этого названия, Гольцевича, печальная судьба, это инженер. Он из второй волны, тоже из беженцев. Он переехал в Соединенные Штаты, потом из Германии. И что-то ему всплевло, вернуться в Советский Союз. Ну, Сталина отключали, все было бы хорошо. В 1958 году вернулся, жил, работал, все нормально. Но слишком много рассказывал о благополучной жизни в Германии и в Америке. И в 1963 году его арестовали, дали ему срок за антисоветскую агитацию и пропаганду. Вот этот срок отсидел. Скажите, пожалуйста, а вас за что арестовали? За что? Ну, во-первых, за то, что я распространял литературу. Во-вторых, за то, что печатался в журнале по всех родных противодонимах, поэтому они знают только о двух, помню, только моих публикациях, а сами не знают, что они. То есть, в ходе, скажем. Вот. Ну, и за то, что я вот вместе с автором этой книжки, Ростиславом Евдокимовым, издавал информационный бюллетень с МОТО, но не те номера бюллетеня, которые в этой книжке. Дело в том, что бюллетень с МОТО, с первых же номеров стал попадать в посев, и оттуда в посеве были перепечатаны. Ну, в частности, мои статьи очень многие были перепечатаны. Ну, естественно, без подписи, потому что установка информационного бюллетеня с МОТО была печатать анонимно. Ну, кому в тюрьму-то охота? Да. Анонимно, причем место издания указывалось Москва, хотя издавалось в Питере. Ну, потом выходило и в Москве, в Нижнем Новгороде тоже. Ну, по-разному бывало, но всегда писалось Москва. Хотя это далеко не всегда было право. Основно даже не право. А вот все люди сидели именно тоже с политзаключенными? Ну, политзаключенные у нас примерно 30%. Верно, Герман? Он со мной сидел, Герман Добор. А остальные там... Да меньше, да меньше. А остальные, либо категория, как называли, за войну, то есть это там бывшие полицайи, ну и прочие, кто сотрудничал с немцами, потом всякие шпионы и инициативники, то есть те, кто сам предлагал свои шпионские услуги. И иногда он предлагал представным деятелям СКГБ свои услуги. Ну, конечно, их сажать было довольно легко. Ну, гонщики самолетов, перебежчики некоторые, которых сажали не по 183-й статье незаконный переход государства, Неградицей, а по 64-й измена родов. В таких случаях тоже были. Вот они у нас сидели. А политически где-то ну 30, ну максимум 40%. А с Буковским вы не пересекались там? Пересекался, но уже после освобождения, вот здесь у нас в Питере. Буковского НТС защищал, вот там непростые были отношения. Это отдельная история. А Наталья Далинина, это ваша мама? Нет. Однофамилица. Скажите, пожалуйста, РОС существует сейчас? Да, конечно. И как с НТС у нас? В 30-е годы сотрудничество было. Но после того, как выявилась внутренняя линия РОС, именно НТС, Паремский, там другие, предупредили руководство РОСа, что в вашей среде есть агентура НКВД. Им не поверили. Ну, потом пришлось поверить. Но линии разошлись. А РОС до сих пор придерживается еще установки на вооруженные соперения? Да ну, с какой? Сейчас уже это не серьезно. Современный РОС у нас в Питере есть. Не знаю, не вообще. Не, ну, что тут сейчас вооруженные соперения. Ну что, еще вопросы есть? Ну, тогда всем спасибо. Тут еще маленькое объявление. Нет, просто тут есть книга, такая сточная, не каменная. Но надо здесь будет лежать. Если кому-нибудь везет. Можно предвести каменную книгу человека, который уже говорил. Нет, но ее отказали сетевики брать. Вот даже дружи кое-какое о чем говорит. То есть они сказали очень хорошая книга, но мы ее не возьмем. Не хотим ссориться с властями. Ну, с властями ссориться. Да, да, да. Можно еще кусочек пены посмотреть? А мы... Спасибо.